Опачки! Пятница! Семейный день! Доброе утро всем! У нас сегодня пятница, по-моему, 27 ноября. В 8 утра мы идем в бассейн. У нас акваспин по расписанию, поэтому пойдем заниматься в спортивных штанах, в спортивных костюмах. На улице, кстати, уже довольно-таки прохладно, утром без верхней одежды какой-то. Маша пока, видите, прям сгоряча. Проснулась только, бегом. Да, зуб почистила и побежала, проспала. А я ее будила, она спала-спала-спала-спала, а я ее бужу-бужу. И такая, ушла в ванну, прихожу, думаю, она уже тоже в ванне, она спит. А все потому, что вчера уснула поздно. Двадцать три? Ну, плюс ветер такой, я знаю, что не очень. Ветер три метра в секунду. Ну, может быть, три, но он прохладный. У меня всегда ноги мерзнут, потому что они открыты. Может быть, сегодня в кино наконец-то сходим. Сейчас в кинотеатре начинаются, начинаются, да, рождественские фильмы, мультики. Я обожаю. О-о-о. Добрый день. Очень, 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 очень fresh. Хотя на солнце даже нормально. В общем, начинаются в кинотеатрах рождественские фильмы, рождественские мультики. И это не может не радовать, поэтому мы обязательно будем ходить по кинотеатрам сейчас. Может быстрее пойдем, а то мы опоздаем. У нас первая сессия Акваспина сейчас у нашей группы. И после нас еще одна группа есть и все. Я просила их, я не знаю, говорила я вам, нет. Я тоже, я к ним обращалась, к руководству, потому что вот директора вот этого Акваспин, движения Аквафит, это вот этот вот Шен, который стоит в воде. Я к ней обращалась уже по то, чтобы сделать на 6.30 утра. Но у нас, как увы, бассейн работает с 8 утра в отеле. Они не могут договориться на раннее время. Ой, как-то все люди от холода маленько это. Неужели холодно? Закончилась наша сессия. Сейчас мы идем на завтрак в буфет. Солнышко выглянуло, мы занимались без солнышка. Маш, у нас в этот раз прям вообще силовая была, да? Первый раз у нас такая была тренировочка. Сейчас пойдем позавтракаем. И дальше у нас есть выбор либо кино, либо на пляж. Так, наш завтрак снимаю. Омлет, шпинат, грибы, хэш-брауни, немного фруктов, вафли. Вообще, я заказывала одну порцию вафель. Я не знаю, зачем они на две принесли. Я думала, вот одну мне и одну Маше. Да, мы только сделаем и мы сидим. И мы сидим в таком уединенном месте. Здесь никого нет. На террасе, к сожалению, была вся занята. И там мы не захотели. И она говорит, вы хотите вообще уединенное место? Я говорю, давайте. И она нас вот сюда привела. Здесь такой как бар. Но здесь никого нет, кроме нас. Бон аппетит. Нам показалось мало бассейна. Мы еще идем на велосипеды. Нужно, чтобы прям вот закрылись все. Да, в начале дня. Кольца активности. В начале дня. А сколько время, кстати? Десять часов. А мы уже такие. На машине. На машине. Молодец. Время 11 часов дня. И мы только сейчас идем домой. Накатались. Накатались. У нас, получается, еще целый час был велосипед. И фотографии. Да, и еще мы пофотографировались. Маша, как вы уже знаете, замечательный фотограф и видеорежиссер. Обращайтесь. Спасибо ей за это. Может быть, даже и профессия может быть связана с этим. Почему нет? Все может быть. Одоели уже эти экономисты, юристы, да, Маша? Их уже так много. Инженеры. Их уже. Их. 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 Вашке не видно, что мы улыбаемся. На мой улыбаемся. На мой улыбаемся. Правда вам. Вы видите уже нас переодевшими. Я сегодня в платье. Ничего не вижу. Я сегодня в плачешке. Прогуляться. Выгулять решила. Едем сейчас в Мол. Купили билеты в кино. Заодно и пообедаем в Моле. Какие мы разные одеты. Какие мы разные, да. Но зато хоть видно сейчас, что мама и дочь. Да. А то были как две сестренки. Ох, сегодня я забыла, если честно, что сегодня распродажи, распродажи. Мы приехали в кино в самый пик. Народу просто уйма. И все молы уже и весь город украшен флагами и всяким декором к празднованию Дня Объединения Эмиратов, который будет 2-3 числа отмечаться. А здесь, как всегда, тайский ресторан, в который вот такой вот вейтинг лист. Люди ждут по 30-40 минут. А рядышком обалденный индийский ресторан пустой. Прям наряжают красивей, чем на Новый год, да, Маш? Прям вот намного красивее. Ну да. У нас тут вы... А, это Тесла. Смотрите, какие красивые. Мне, конечно, нравится и красненькая, и черненькая, да и синенькая. Когда у нас в России научиться делать машины? Прям позорище какое-то, если честно. Смотрите, как выглядит красиво. Нет, внутри, если честно, маленько из топора все, мне кажется. Вот просто такой минимализм, но при этом все такое жесткое. И вот этот пластик, который, знаете, так выглядит небрежно. Ну, по крайней мере, я про ту модель говорю. Смотрите наши покупки сегодня. Смотрите, какая красота. Не знаю, передает ли эта камера, но очень красиво. Сколько они тяжелые, наверное, да, Маш? Они в цвете флага сделаны. Смотри, черное, белое, зеленое и красное. По слоям. Красота. Вот так. Ой-ой-ой. Ой, Маш, покажи, сколько на часах мы сегодня прошли. У меня ноги опухли, по-моему. Вот, почти 12 километров, 15 тысяч шагов. И 930 калорий мы потратили. Почти 1000 калорий взошла, но это с учетом нашего сегодняшнего спорта. Да. Так, давай, с чего начнем? У нас много очень для дома вещей. Виктория Секрет. Виктория Секрет, да, Виктория Секрет сегодня все было. Buy one, get one free. И это больше такой акции не будет. Если и будет перед Новым годом у них еще скидки, то там будет на такое, на избранное только. Вот. То есть это вот в конце ноября, я всегда говорю, самые лучшие варианты скидок. И потом они уже будут их просто миксовать какими-нибудь группами товаров, но не будет уже на весь товар скидок. Вот. Маша купила себе вот такую вот пижамку. Красненькую. Новый год. Вот. С люрексовой ниткой. А маме купили. Пугалтер. Да, вот такой вот красный. Что красный, как вы можете заметить? Практически по одной цене. Да. Чуть-чуть разница. Это вот buy one, get one free. То есть мы заплатили фактически за пижаму, а получили в подарок бюстгальтер. Купили. Да, так как у нас впереди очень такой значимый день, мы живем в Эмиратах и уважаем и чтим их традиции. И вот поэтому у нас есть такой патчей шоколад. Специально собрана коллекция здесь ко дню Эмиратов. Объединения Эмиратов. Ну-ка открой, посмотри, мы же для себя это купили. Просто интересно посмотреть, что там внутри. Машуля, ой, ты грязешь, там руками все трогали, Доня. Ну что это, Маша? Поздно. Поздно. Запикаю. Запикаю. Ну вы знаете, как это бывает, как мы забываем это делать. А черного нет? Ну вот красного. Красного немножечко, да? Но все равно нет красного есть. Вон, вон, вон. А, вон еще? Ну много они выбросили. Ой, пахнет-ка вкусно. Ой. Патчи очень вкусный шоколад. Я настоятельно вам рекомендую купить себе из Эмиратов патчи. Вот опять забываю я, кто это делает. то ли это сирия то ли ливия так в олсэнс была скидка 30 процентов на все и машульки купили вот такую футболку с джинсами с этим миром ей очень хорошо очень такой качественный хлопок причем такой мягенький и еще такая прям красиво это с очка до стоило на 250 мы заплатили ну 30 процентов минус ну-ка примерю так себе очень классно с джинсами смотрится охоте фирменные пакеты везде до велерои бог зашли купили новогоднюю кружку я присматривала себе кое-что из посуды и для компании тоже заодно присматриваем и все ищем набор эспрессо для эспрессо и в итоге купили такую новогоднюю кружку смотрите какой она очень какая на классно цена у кружки 210 дирхам по-русски это это фарфор это фарфор это сделано в германии вот здесь 10 дирхам это где-то 44 300 стоит эта кружечка рублей либо сколько восемьдесят семьдесят долларов где-то около или 60 или 70 кос но как куда без кос в космос была тоже большая скидка я купила вот такой вот кардиган именно со скидкой ага он таких на пуговичках обычный синий носибельный прямо вот сейчас немного большого размера чтобы он могла просто такой немножко оверсайзила на 200 дирхам он стоил со скидкой а без скидки 475 маша это по традиции мы каждый год покупаем в того ли мы покупаем пряничные домики маша их потом украшает там рисует да в общем надо будет куда-то вон там на работе нас стоять композиции новогодние у нас в этом году даже елку ставить некуда надо продавать наверно этот тренажер я думаю и как раз на эти деньги елку купить ну да ну я не знаю я давно на нем не занималась уже наверно месяца два точно но иногда рвусь прям хочется иногда двойной пакет дали до до баре укрей да мы купили два у таких стеклянных контейнеров они стекла и такие знаете новогодненькие даже мне на работу ланч брать очень классно не просто два таких вот купили почему по два не знаю мне привычку по два по два да а потом можно миксовать с красным с таким белым и такие бол взяли две штучки тяжелую достаточно тяжелый кстати и просто вот такие вот тоже две мисочки и кружку 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 кружка прям здесь кружка прям подходит все такое новогодние и пряничный домик что еще бордерс это мы практически самого начала зашли в бордерс и купили маши два холста будет рисовать наконец-то завезли в бордерс очень много белой краски акриловой купили две сразу хотя дом надо было все уже на буду да потому что белые краски кто-то занимается живет дубай занимается рисованием они знают что это очень редкость дубая и две игры купили одну вы такую для у на для карт и карты там тоже внутри и еще купили рисовать вот такую там да какая-то объяснял с рисованиями то есть она уже такая знаете для взрослых детей вот и 4 2 12 с плюсом не знаю кто-то если играл пишите интересно нет мы вот ахмедушку тоже будет ждем будем играть вместе вот такие у нас покупки как видите у нас сегодня был не вещевой шоппинг а вовсе а вот такой все для дома и интересненькая вот хотели конечно устроить для вас видео до снять видео с новогодними магазинами ну как они красиво оформляют но просто знаете это не вот не передать особенно учащую еще украшена до к этому к празднику кабе днеобеднение эмиратов просто невероятная красота я думаю так как новый год здесь так не отмечается как католическое рождество и вот и праздники эмиратские все-таки на новый год не так сильно украшают в россии до здесь нет здесь уже многие магазины после 25 декабря вот уже ближе к двадцать девятому к тридцатому уже все особенно молов дэми рейтс в том году если мы и видят кто посмотрит все то в том году мы как раз были помочь с 27 в молов дэми рец и он был разряжен уже все маша кстати время уже тоже столько все скажу сколько 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 вот полдесятого представляете это кстати вот у меня 886 калорий сегодня сегодня прямо у нас такая тройная норма я еще в такой обуви ходила в платье это обычно знаете когда у тебя в джинсы и кроссовки это так просто а тут надо идти спинка чтобы была прямая это все время следить за этим и животик втянуть в общем платье знаете ли обязывает что я в apple а кстати да у меня часы часы apple я все-таки решилась подумал что они мне нужны очень и действительно они мне нужны так как я сейчас очень активно занимаюсь спортом и слежу за собой то это прям вот маст хэв если вы вы можете себе позволить часы такие покупайте не пожалеете я сплю в часах выключи на батарейке норовы точно да я закрутила ужас сплю я в часах и буквально два дня назад мне снился такой ужасный сон про мою семью про моих братьев конкретно и вы знаете я открыла анализ пульса своего за ночь и он не показал скачки скачки такие приличные знаете когда все ровно 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 и вот такой прям скачок пульса был я думаю что так раскачок связан вот с тем моментом во сне что и что мне было прямо очень переживательно во сне плюс вода не измеряют уровень кислорода в крови и это конечно ну тоже большой плюс насколько точно не измеряют я не берусь сказать я слежу за этим как бы читаю да ну ну мы мы измеряли машин а маши до 18 лет если до регистрирующих на часах там своде рождения дату точно все пишешь так как машине до 17 лет то то ей до написано что так как в этом относится к категории детей то кислород крови вам измерять нельзя этими часами вот то есть ну мы скорее всего потому что данные маша измерила на моем моими часами у нее было 88 показатель процентов кислорода в крови у меня 95 96 я купила два браслетика один это не спортивный браслет потому что есть я плаваю в них бассейн хожу то есть это полностью waterproof как это маша водонепроницаемый да да водонепроницаемые часы в них можно плавать вот что еще в общем и много чего делает очень удобно через них я разблокирую могу управлять и своим макбуком и телефоном что и музыка и слушаю да то есть наушники вот купила эти наушники биться тоже выпал это новая модель пришли они недорогие вот на магнитике вот так удобно они по блютузу соединяются и вот я я контроль осуществляю часов что еще сказать что еще сказать у маши какая новиночка появилась маша будем показать новиночку тебя появилась ну давай мы решили маша сделать подарок на новый год уже сейчас потому что она в нем очень нуждается она уже затаскала мой лэптоп так что там просто вот его надо видите какие пятна и все я не люблю когда все это вот так делается бросается я все-таки чистоплотно в этом плане очень люблю все протирать убирать в общем мы с ахмедом посовещавшись решили что тут что новый macbook air теперь будет у маши общего футбольный мяч в общем подарок наш на новый год был подарен за месяц поэтому теперь надеемся да этот очень современный ноутбук на совершенно новом процессоре процессоре нового поколения вот поэтому это на что уж такой инвестиции в ребенка дистанционное обучение требует очень много работы на компьютере и теперь мой компьютер будет в покое и мне будет свой собственный который она дальше будет она возьмет с собой на учебу да когда в университет по ей да не будет свой собственный компьютер вот такое у нас приобретение ну все пока маша читает игру мы конечно играть уже не будем я и говорила для меня это уже я сегодня проснулась что что я так с вами говорю немножечко покажу хоть себя вот я и знаете уставшие у меня наручные реснички и поэтому не думайте что это что-то вам не изменилось вот если будет думать то я нарастила реснички у той девочки у которой наращивала почти год назад и мне очень нравится как она делает ресницы во первых она делает за час десять во вторых ну такой натуральный более в вид и это 2d объем очень нравится не докраситься то есть вот ничего вот татуаж на бровях это знаете как я уже говорила как многие сейчас дивы сделав татуаж век татуаж бровей татуаж губ и значит при этом говорят о том что простите меня за вот натуральный вид я вот сегодня накрашенная вот так это выгляжу ну просто для меня маленечко это смешно да то есть я вот вам так говорю я не накрашенная но у меня на ресницы вот и брови не мои кто я хотела вам сказать ой как у меня все блестит это ужас это вот надо все это вытирать мы сейчас уже завтра у меня маникюр вот отвалился ноготь но не то что отвалился ноготь он просто сломался отросли очень сильно ногти видите насколько вот и этот ноготь прям сломался это было вчера да да сегодня это было мы шли с тобой на плавание вчера меня не ломался сегодня мы шли на плавание и у меня этот ноготь сильно до зацепился я его пыталась там потому что он не сильно царапался и я потихонечку сняла вот завтра маникюр что еще хотела сказать блин совсем все забыла да я продолжаю худеть худею я я не скрываю об этом этого я худею на как это питание это периодическое интервальное интервальное питание у меня 16 8 то есть 16 часов я не ем 8 часов я ем хотя у меня иногда получается даже меньше часов но например вчера у меня прям был какой-то срыв я подозреваю что но раз в месяц наверное у всех женщин такой срыв бывает поэтому я не до себе прощаю нас на весе на моем сильно тем более этот срыв не отразился срыв состоял из того что очень поздно вечером привет моим ночным жрицам всем очень поздно вечером где-то наверное время часов 9 было 10 я не собиралась спать я уснула очень поздно вчера что тоже очень негативно сказывается на весе если вы поздно ложитесь спать рано встаете то есть недосып очень плохо влияет на контроль веса да то все падать без будет меньше и соответственно даже если вы будете есть мало но при этом вы будете мало спать то организм берет свое то есть да делает какие-то запасы и соответственно вес не будет сильно уходить и вот собственно говоря у меня был я заварила себе корейскую лапшу как мы скучаем по дошираку здесь потому что доширак все-таки это forever я заварила корейскую лапшу полную тарелку взяла три кусочка хлеба без глютеина он такой странный на вкус кстати как будто как резина кайта вот еще потом три печеньки съела просто с водой и такая о май гад сколько я буду завтра есть эти утром не буду думаю взвешиваться но все равно взвешивалась и поняла что не так много и прибавилось если взять количество этого бульона с лапшой сколько я там съела и такие вот и хлеб и еще и печенье но в общем сейчас у меня ушло 11 килограмм ушло с конца августа ну читаете до три месяца ровно три ровно три месяца 27 ноября 27 августа я начала интервальное голодание три месяца 11 килограмм я считаю что хороший результат это больше трех килограмм в месяц и при этом я могу так сказать что больше трех килограмм месяц только потому что у меня еще в среднем три раза в неделю спорт и массажи обязательно если этого не делать то спокойно на интервальном голодании первые месяца может быть будет уходить больше потом организм привыкает он не забывайте что у нас умный организм он привыкает к вашему образу жизни к вашему питанию и возможно какой-то даже месяц вес будет стоять но здесь ничего страшного главное чтобы не падать духом и продолжать все все своим ходом если не заниматься спортом не добавлять спорт и там массаж и так далее то я думаю килограмм в месяц минимум будет уходить просто на питание первые два месяца возможно воды много уйдет вот но так я продолжаю да я вечером не емутным сегодня последний раз мы кушали в кино это было где-то около четырех часов вечера и все и теперь в следующий обед у нас следующий прием пищи будет завтра на завтрак это после спорта это будет это в девять сорок пять в девять тридцать вот вот в это время даже можно посчитать да что это даже больше надо чем шестнадцать часов вот что еще про похудание сказала да по прямой эфир меня просили провести надо провести на даже сесть и провести прям знаете я начале думал какую-то тему придумать прямом и в прямого эфира потом думала какая тема те кто присоединяются обычно уже знают что спросить скорее всего будет микс из вопросов поэтому никакой темы на рассобе не будет просто наверное будут спрашивать о жизни в дубае о том как изменилось что в дубае не есть что рассказать вам постараюсь ближайшее время анонсировать заранее прямой эфир и пообщаться с вами что еще какие у нас новости да никаких в принципе новостей да все буду на может быть делать даже такие небольшие видео я даже не знаю если честно делать вот такие небольшие видео там однодневные но не каждый день через день там хотя бы либо делать за неделю вот так набирать понемножечку потому что я сейчас понимаю что я очень мало стала снимать видео потому что доказалось что кажется что одно и то же все снимаешь да ну ладно образы на работу меняются вы сейчас заметили да я сейчас меньше стала покупать вкус почему потом объясню у них такая очень теплая коллекция для дубая конечно это вообще не актуально поэтому купила себе кардиган пару топов таких вязаных жилетки жилеты вязаные все больше ничего не покупала из кос хотя купить хочется много вот машу сейчас покажу маша попросила нарисовать к нам на новый год но если что я себе даже в кабинет поставлю какую-нибудь красивую новогоднюю открытку знаете вот эти новогодние открытки сссеровские какие же не были красивые какие же просто невероятные методом никаких блестяшек или там каких-то не знаю слов просто с новым годом и помните вот там медвежонок зайчик бельчонок там очень так все нежно красиво или там дед мороз и снегурочка таких открыток вот старых и они кстати не только в ссср были такие красивые они вот и в европе в европе тоже были очень красивые старе вот еще те новогодние открытки ну как рождественские вот сейчас маша отправила от нора вариантов 15 открыток скачала в интернете игру маша выбери как какая ну для тебе ближе что-то уверенно что ты нарисуешь ее напишешь ну вот и нарисуем напиши пожалуйста нарисуй напиши вот напиши нам пожалуйста такую открытку только в большом в большом формате на холсте вот она будет выбирать принесла мне свой альбом с старыми открытками наташа если ты смотришь наташ с украины и она привык перевезла машинке очень много открыток и и альбом и машут не принесла и будем выбирать тоже сидеть я очень красивые открытки такая знаете прям память так это все выглядит смотреть это прям такие старые стали тоже украинские 3d ой плохо отсвечивает крокодил гена бременские музыканты ой какая прелесть вот тут тоже прям девчина с хлопчиком гарным ой страшилки но вот я тебе который вдала вот уже такие прям нежнятинка такая ну посмотрите мальчик переносит девочку да через ну видно да потаял потаял лед как это все красиво вот пожалуйста вот такая красота давай осень нарисуешь пожалуйста очень красиво мне очень нравится я уже говорила советские эти открытки или старые там то даже по-моему есть с ирландии от танюша с нилом танюша с нилом тоже прислали маши присылали нам открытки с ирландии вот и масты что козь открытку вот нарисовала тот же день прям перерисовала до мальдивы это и моя открытка там и на мальдивах были вот в этом именно месте сколько наташа спасибо тебе большое все свои прямо это все что копили вы отдали нам надежные руки не думайте будем копить смотри я тоже забыл уже днем рождения машины и вот окончанием ой какая прелесть посмотрите букваре октябренок пионер и в лксм до комсомола я конечно не доросла не не доучилась вот октябренком пионером я была господи какая это была гордость носить пионерский галстук это было что-то и прям я прям даже шла шла помню когда у нас в пионеры посвящали раньше тех раньше чем день пионерии кто хорошо учился кто где-то там отличался да очень там сделал активно участвовал вот и там отличное поведение и так далее и меня тоже раньше других наградили как-то помню посвятили в пионеры раньше чем день пионерии вот и каждый раз там приходишь отглаживаешь этот галстучек потому что он там собирается под узлом всегда из такой гордостью ты идешь и несешь его несешь это звание пионера в чем-то было было вот найти какой-то вот этой идеологии она все-таки ну приносит свои хорошие плоды вот буквари вот эти позже какая-то прелесть советские истории ссср ну вот раньше же все равно книги были замечательные прям вот так наверное столы и выглядели у всех с окончанием средней школы спасибо большое прям такая память будем беречь так что знаете кстати я получается у меня я собираю марки давно кстати не пополнялась да у нас коллекция вышел никуда не выезжаем я собираю марки машулька вот так вот собирает открыточки старые да вот старинные какие-нибудь так что если кому у кого есть какая-то память или кто хочет пополнить нашу коллекцию присылайте или привозите у меня еще ручки есть да получается из разных мест разные города разные места разные компании значки не знают только начала там да нет значки это нельзя такой кружечки starbucks нас таки от коллекции колокольчики у нас маша собирала колокольчики у него три коробки там у дедулечки остались две коробки большие прям да из-под угли с разных тоже городов и стран привозили этих колокольчиков ей ой да больше ты что там в одной коробке на 1 штук 20 в одной коробке 6 большие у меня же объемный будет значит их три коробки очень много там они же и маленькие такие есть и большие все россии есть но не по всей но полгода очень много дуба по разным странам есть нам даже привозили с разных стран специально для машины верочка если ты смотришь это видео посмотри у нас уже мне нет и следа не от моего дня рождения и только один твой шарик до сих пор остался я его не сдуваю он полу сдулся но он сам по себе летает по квартире вот сейчас он прям там как будто бы спортом занимается а сегодня утром он болтался вот там где кондиционер и сам по себе тут начал вот так прям перед лицом у нас двигаться и мы лишь испугались вот это да кто им управляет ой какая красота да конечно орхидеи выращивать это прям героизм если честно я наблюдала как какая она привередливая такая baby а вот мне не понравилось поэтому я не буду цвести бабах и все мы вообще думали что она конечно засохла уже все потом резко начала пускать вот эти корни и зеленеть прям вот очень быстро про фиалки спасибо большое за ваши рекомендации массаж переставит у нас эта сторона не солнечная у нас сюда прямой солнечный свет не падает вообще да у нас светлая сторона но не солнечная но если надо переставить больше в тень маш может быть на стол вот сюда поставить стоит вот сюда вот сюда мы поставим наверное стол потому что здесь точно не упадется свет и да и не будем сверху машин заливать его ничего просто в поддон наливаешь воды и вот так вот он ну начну другой поддон взять и пересадить да 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 вот такие дела да нам дали алоэ да этот мы уже весь отщипали потому что вы знаете он действительно на себе проверено буквально недавно у маши воспаление сильные были такие на лице прямо на знаете может быть не сильно камеру это удобно говорить с гноем и вот это вот на ночь мы два раза делали да все сошло хотя если честно я прям думал что надо будет хирургу и увести чтобы резали решили воспользоваться этим таким как народным средством да вот вот опять шарик видите сам себе летает шевелится ой ну что и давайте прощаться с вами не так уже намного наговорилась 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 я смотрю эту кучу разберем мусора вот опять я против этого но раз это все по-другому они не могут они вот заворачивать всю посуду тататыры хотя бы и так просили помнишь кружку не заворачивайте нам кружку моего где в одежду по покладем ну все на этом все желаем всего 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 вам самого хорошего берегите себя своих близких целуем вас обнимаем привет иступает а